Кто бы мог подумать, кто мог угадать, Что нам Ризан первый по душе зайдёт. Родным Богданчик станет, и даже Дон Гондон, И пираньям благодарны мы будем за подгон. В очередной раз всем привет, мои адекватные и абсолютно разумные, Вот оно, финал! Встаньте, вскиньте руки и залите, ура! Финал истории Богданчика буквально стоит у порога, Который ворваться сюда, разметать всё вокруг, сломать нос соседке, Вскрыть собаку, рассказать анекдот про однорукого Соллера из Астора, Который решил восславить солнце! Конец Ризана близок. Кто-то этому обрадуется, кто-то опечалится, в любом случае, Большое спасибо всем, кто со мной, несмотря ни на что, дошёл до конкретно этого момента. Ах, надеюсь, что оно того стоило. Ну что, ребята, поехали. На обучение в Гиг Брейнс! Пока все школьники мечтают попасть в Гриффиндор, Настоящий разумистый поступает на факультет разработки Джава! Купил я на халяву? Ну, типа. Мы живём в такое время, когда незнание хотя бы одного языка программирования Уже не комильфон, но не бойся, Ибо прямо сейчас с абсолютно нулевыми знаниями Ты можешь занародить в мир IT И получить востребованную специальность с высоким заработком! Да-да, да-да! Ты даже сможешь себе позволить 150 TI! О, боже. Джава-разработчик, парень работящий, И мастак в разработке самых разных систем, веб-сервисов И даже банковских слэш-корпоративных приложений, Которым пользуется народ по всей земной плоскости! Вот стоишь ты такой в очереди за продуктами, Видишь, как мужик перед тобой пользуется приложением магазина Черебас, И ты такой... О, боже. Ведь это приложение наклепал три! Само обучение ты спокойно купишь после выхода на работу, А если работу не найдёшь, то тебе вернут деньги! Но не бойся, ибо сто процентов студентов спокойно были трудоустроены с помощью Geekbrains! Плюс при покупке курса ты получаешь курс английского для IT-специалистов, Можешь получить налоговый вычет размером 13% И плюс шикарнейшая скидка для моих подписчиков! Выгода максимальнейшая! В конце же обучения ты получишь самый настоящий сертификат с государственной лицензией, Который, в отличие от университетской корочки, имеет ценность! Geekbrains! Переходи по ссылке в описании под роликом и становись достойным специалистом! В прошлой серии весёлых, как пожар в детдоме приключений, Мы с вами остановились в развитии, И на том, что наш Богданчик собрал в руки все имеющиеся кристальные диски в стиле гиперстоунов! Чел, это чё за метал-сборка, тем более на твою лину лысую? Блин, вот не знаешь, снова в доту зайти? Я в неё последний раз в 2015 году вроде заходил... Следом он отправился к Уолтеру Уайту, дабы открыть врата в местный шахан! Что за секреты нас там ожидают, а? БАЛДА! Монастырские ребята ожидают и волнуются пред предстоящим событием! Прямо стоят им в платочке в руках теребят! Ставь лайк, если тоже каждый вечер теребишь свой платочек! Богданчик же решает подбодрить каждого! Слегка напуган, нервничаю, но готов! Если можно спасти остров, мы должны это сделать! Ещё раз про мою мать что-нибудь скажешь? Я тебе язык вокруг шеи намотаю! Самому инквизитору тоже не терпится открыть врата, но он прежде хочет убедиться, что маги монастырские не дадут заднюю и согласятся вместе за компанию посетить гору ужасов! Однако... Инквизитор Мендоса следует выбранным путём! И готов ради этого рискнуть всем! Монастырём! Священным огнём! Жизнью всех и каждого из нас! Маги сказали, что всё это на посохе вертели, и вообще они остаются тут пасти священный вечный огонь! Ибо вдруг какая чепушня случится в горе, а они уже тут готовы! Ни один маг не рискнёт войти, а вот он готов броситься туда не глядя! Но дабы старый гиперактивный петуч не расстраивался, они отправляют вместе с ним за компанию нашего главпортобариста! Маги подозревают, что вся эта затея дурна! А Мендозитр на самом деле тот ещё шуе! А так Бигбончик хоть присмотрит за ним! Маги не оставят огонь! Они не пойдут с тобой! Да сука! Мистер Рубиновое очко расстраивается, но не обижается и говорит, мне вот вообще пофиг, я дурной, у меня справка и поэтому я открываю гору и ничего вы мне не сделаете. Время пришло! Правда, стоит открыться вратам как наружу, сразу же выливается первая волна древних бешеных укролюдов и сразу же убиваются об нашу монастырскую банду гопников. Кстати, если вдруг-то эти зрители есть украинцы, то заранее простите меня за сравнение этих ящеров с украинцами. Просто подобное сравнение смешно, а от представления одесского ящера Люда я готов упасть приступом хихинсульта. Так вот. Все дружно удивились этим странным хохлоящерам, но решили, что слишком долго девица глупый и отправились внутрь, дабы штурмануть гору по полной. Под самой шикарой начались самые настоящие приключения. Не, ну как приключения? Оказалось, что наш отряд абсолютно не убиваем, а сами ящеры ничего не могут поделать, кроме как закрыться за воротами от кровожадного, лысого деда... Так... Ам... Нет, вот теперь мне уже не смешно. Я, кстати, не шучу! Монастырские ребята даже пленных не берут, это же прям настоящий ящеричный гена... гена... геннадийцы! Ты! Пидор! Вот те врата! Что такое? Нужно их открыть! Быстрее! Мы должны попасть внутрь! Господи, чел, да поспокойней, открой я тебе врата, боже! Тебе в их горном киви, что ли, медом намазано? Самый из себя геймплей тебе представляет такую схему. Отряд всех мочит, а Филси-бурбончик пытается на крысичах пробраться через щели к ящерам, обойти самые разные ловушки и открыть сраные ворота. Параллельно со всем этим нам через лорные столбы открываются истории локальные. Эти колонны способны рассказать историю этого комплекса. Взгляни на них! Возможно, ты, пидор, узнаешь что-то новое! И заключающийся в том, что некий Урси-гор вместе с аурианцами, это вот эти вот ящеры, построил эту винтажную крепость. Его все называют повелителем титанов и совсем неспроста, ибо, как нам удается понять, в этой горе удерживается пленный титан. Пойманный этим самым Урси-гором за писюн! Походу, я начинаю понимать, чему все это идет. Я, Урси-гор, повелитель титанов, повелитель саурианцев. Когда боги пришли, самый темный из них обратился ко мне. Я выслушал его указания и выполнил их. Темный бог. Великий. Опять Белиар? Да чтоб у тебя Бельдждар кутак на лбу вырос! В конечном приколе крестовый поход заходит в тупик, ибо чешуйчатые древляне испугались такого внезапного и эффективного зерграша, а потому подняли мост, ведущий в Горный Крым. Само-сово, разумеется, Лысый Натурал недоволен и вешает решение данной проблемы тяжким грузом на писиантре главного героя. Надеюсь, награда за это задание он мне подарит работающий омникорт. Все же остальные устраиваются поудобнее и Чилова стоят на стрёме. Хорошо, что у меня с собой есть припасы. Похоже, что мы тут пробудем некоторое время. С этого момента герой снова становится относительно свободным и даже может забить на происходящее свой алюминиевый окурец, да отправиться в Харбортаун дуть пивас и в гузно-пиратке Петти. Однако быть магическим богданчиком это сука ответственно, а посему он снова ныряет на крысичах в аналы горные. Снаружи крепости есть небольшие места обитания ящерменов, но свое горе не успевших засесть внутри. Наш предвестник конца света в весьма циничной манере всех изничтожает и лутает их жилища. А еще я заметил, что среди ящеров нет женщин и детей. Тогда дело еще хуже. Мы буквально убиваем древнее сообщество фури гомосексуалистов. Хотя, почему хуже? Однако это не особо приближает нас к нашей цели, так что поступаем так. Для начального начала наш герой обнаруживает, что рептильчики надоумились воровать людей в старое доброе рабство. Не могу поверить. Как ты тут оказался? А ты? Ловко парировал богданчик. Помимо него тут имеется еще один заложник, но с ним надо быть осторожнее, ибо тот грибной торч. Кто такой Йоргенсен? Кое-кто, кого тебе лучше не слушать. Понимаешь, во всем виноваты грибы, которые он ест. Я не доверяю грибам. Съешь неправильный гриб и тебя вывернет наизнанку. То есть задрыщишь ближайшую березку. Эй, эй, ты настоящий? Нет, виртуальный. Я 2D девочка. Грибанет предлагает грибов пожрать, а наш чел нет, чтоб отказаться. Ммм, грибочки. Мои любимые. С тарелкой сожрал шизоид лысый. Вкусные, а? Настоящий вкус грибам придает плесень. И вообще не удается, что тут пробегал отряд боевых гомоящериц. Выбежали они наружу, а мы за ними. По пути наш герой обнаруживает, что ящеры помимо людей еще и захомутали огра, которые за подобный акт очень в обиде на них. Я могу отбивать дубины и стрелы, но саурианцы используют магию. Выпусти меня. Я жажду мести. Чел, вот если бы меня гомоящерицы украли, я бы тоже далеко не на седьмом небе отчасти был бы. По такому поводу тот решает пойти с нами за компанию на воодушевляющую прогулку, дабы продолжить истребление граждан ящеречной национальности вплоть до избушки дамы с собачкой. Бедный Хэппи Вульф, кстати, помер! Нынешне на руках имеется карта главы данного отряда. Одноглазый чекист изучает ее и решает, что пробаться в крепость можно! От шахтеров окно сквозь небольшую стенку неподалеку отсюда. Возьми с собой свою кирку. А в чем дело? Нам придется сломать стену, чтобы попасть внутрь склепа. Поторапливайся. Инквизитор ждет тебя. Что ж, теперь у нас есть немножечко свободы, ибо долбежка займет время. Хм, наверное, стоит сходить пока что в монастырь и посмотреть, что там происходит на данный момент. А происходит там самая настоящая скукота. Всего-то аргариане взяли да напали на монахов, перерезали всех юнцов и всех наших товарищей. В живых с обосранными от внезапности жопами остались лишь маги и пара пропаченных челиков. Ох! Похоже, план инквизитора Мендосы сработал. Но боюсь, что в стремлении спасти нас он мог погубить нас всех. Богданчик помогает выжившим и убивает вторженцев. За это маги решают, что идея инквизитора та еще хуета, а посему надо бы дореализовать их до конца, ибо заднюю давать уже поздно. Ты должен позаботиться об инквизиторе Мендосе. Позаботиться? Намерения у Мендосы самые благородные. Помоги ему завершить то, что он начал, если ты сочтешь этот путь правильным. Но нельзя слепо следовать за ним. Здравый смысл поможет тебе принять верное решение. Один из работяг пробил дыру, в которую наш главдегрот заныривает улиточкой и еще... И уже там, вдали от людских глаз, совершает новые военные преступления. Вот и все. Огариране. Тю-тю. Теперь-то начинается самое интересное. Помимо того, что ребята с инквизихой пробираются внутрь, также случается совершенно неожиданное знакомство с тем самым Урсегорычем-повелителем титанов. Поггерс, который успел откинуться и прокачать густинг по максимуму в стиле ультимет. Человек. Наконец-то. Живая плоть. После стольких лет. Ты дух? Я Урсегор. Повелитель титанов. Он достаточно дружелюбный и наконец-то раскрывает все карты и суть сюжета первого Ризана. В свое время боги за компашку с Урсегором заовнили в рабство титанов, а потом заточили их в тюрячках от греха подальше с помощью магических печатей. Однако никто даже не мог предположить, что некие два Аболтуса оформят своим поступком глобальный всплеск магии в мешок с мукой, который эти печати сломает, как печеньки джибелейные. Теперь все титаны на свободе и косплеят землей клип Ultimate Orgy of Homosexuality. Единственным исключением стал Огненный Титан, в гордом одиночестве полирующий в нетрах горы свыше Шандос. Маги, кстати, по ошибке, или же нет, воспринимают огненные выделения гиганта за священный огонь, и я с этого лично знато гыгыкнул, ибо это похоже на те моменты с божьим ликом, которые... А, впрочем, забейте. Сам же Урсегор жалуется, что за свою годную службу по угнетению титанов был награжден даром вечной жизни. Правда, стоило ему этот дар получить, как данное строение мега погрузилось под землю, где бедолага оказался заперт навечно с агрономами, обреченными прислуживать ему подчищать горшок и танцевать пред ним в костюмах горничных. Инквизитор с удовольствием употребил пересказ данной истории и решил поговорить с Урсегором лично, пока наш герой был занят тем, что убивал особо пропатченных прислужников и изымал у них головы, дабы с помощью них открыть ворота к огненному титану. Господи, что тут происходит? И вот вроде бы всё хорошо. Мы помогаем Урсегор освободиться. Тот награду вручает в свой череп, дабы открыть ворота, и вроде бы ещё ничего. Но именно тут и случается конфликт мнений, ибо Богданчик решил начать задавать вопросы и на своё горе получает ответы. Ныне наши два дебила стали похожи на Джейси и Хайзенберга. Наконец-то. Наконец-то мы узнаем всю правду. Наконец-то у нас есть возможность нанести ответный удар. Урсегор тебе что-то сказал? Что он сообщил? В общем, ныне Мендоса знает слова, способные починить Титана. Спасибо Урсегору. Однако, маги Титана охраняет остров от бури. Это, кстати, подтверждают маги. И если освободить горящего чела, то остров будет уничтожен. Инквизитор совсем крыши с холма съехал и считает, что готов пойти на такую жертву. А вот Богданчик же, наоборот, решает, что мало того, что жертвовать островом поступок глупо немного, так еще не факт, что Титан подчинится, ведь служил Урсегору, а самим богам, а Инквизитор для него не более чем козий кизяк. Человечество на грани гибели. Забудь ты о жалкой кучке людей на этом острове. Если мы ничего не сделаем, скоро все будут мертвы. Должен быть какой-то другой способ. Ты все еще не избавился от сомнений? Ты никогда не был готов к великим поступкам. Наступает время принять отважное решение. А ты норовишь сбежать, поджав хвост. Полагаю, я должен остановить вас. Ты глупец. А вы заблуждаетесь. Ты не сможешь даже прикоснуться ко мне. Лысому не остается ничего, кроме как натравить на героя уже бывших товарищей. А сам он спрятался за воротами, дабы уже тет-а-тет за контроль Титана. Вот вам и свой среди чужих, и чужой этим своим сейчас лобешник огненного ляпоса пропишет. Самое смешное, что за всем этим наблюдал Урсегор и на ехидничек спросил, мол, а че не так? А где чел с моноклем? Ох ты ехидно-астральный. Он прекрасно понимает, что у деда ничего не получится, как бы он не пытался. Ибо тогда Урсегору помогали боги и харизма на десятки. Богданчик уже готов был крест на себя наложить, как вдруг призрак рассказал простейшее решение проблемы. По острову раскиданы гробницы ящерных патриархов, в которых по кусочку лежит снаряжение Урсегора, а именно бронька и оружие. Богданчику необходимо все это найти, напялить на себя, вернуться сюда, дать по роже поехавшему Розенбауну, а потом и титана палкой по сраке отлупить, дабы тот снова в темницу вернулся. Все просто, просто как аж два ого-го. С этого момента начинается финишная прямая, которую, кстати, многие ругают, мол, вот до этого мы по острову бегали, все разнообразно, классно, а теперь все прямо и грустно, и вот те поиски кристальных дисков тоже как-то ме. Я бы поспорил с этим, но не буду, ибо тут уже дело вкусов, лично я очень рад происходящему, я бы уже задолбался переходить от одного диалога к другому, в городах там метлой что-то махает, это, конечно, классно, но сейчас я устал, хочу что-то новенькое, а тут, знаете, вам экшен, драки, класс, думаю, тут можно отругать пиранили за то, что они все это как-то вместе не намешали, чтобы все сбалансировано было. Ну да ладно, как говорится, цени, что имеешь, будь то Ризен или короткий ствол, ибо Ризен игра классная, а с коротким стволом можно спокойно троповать. Мне нужно поговорить с тобой об Инквизиторе. Что-то случилось? Почему ты не с ним? Мендоса выжил из ума. Ныне наш герой возвращается в монастырь и уведомляет о случившемся. Мы хранители священного огня, мы защищаем остров. Инквизитор стал угрозой всему, а значит, он наш враг. А что насчет остальной Инквизиции? На чьей они стороне? Это решит Карлос. Таким макарам становится понятно, что помимо поиска доспехов еще надо разобраться с остальной Инквизицией, сидящей в Харбортауне, ибо они могут умом так же, как Акатош, скатиться. Плюс ко всему этому, маги решают, что Богданчик пацан-то абсолютно ровный, и маг классный, и причиндал у него прекрасный. Решено! Маги повышают его до убер-мега-омега-болгарского иллюзиониста и одевают его форму от Хьюга из Лоста. Я Хёрли. Добро пожаловать в наши ряды, брат. Не забываем еще про все случившее и рассказать горе-друиду с озвучкой мистера Коломбо. Вот и снова ты. Что ты узнал? Дальше. Вот. Нашел. Ох, слава богу. Значит, ты не сумасшедший, как я думала. Он с удовольствием все это послушает и в будущем поможет с доспехами, когда мы их найдем. А я ведь изначально хотел тебя убить, думая, что ты тайный фури-дебил. Ныне необходимо посетить несколько точек на карте, и в первую очередь, думаю, стоит нанести визит в Харбор Таун и поговорить там с главным. Говорят, что ты был в жерле вулкана вместе с Инквизитором. Почему ты сейчас один? Где же Инквизитор? Ох, блядь, ну... Понимаешь, как бы это культурно сказать, ситуация комплексная, то есть комплексный пизд... Хорошая новость, но с подвохом. Догбанчик рассказывает Карлосу все. Про Инквизитора, про Титанов, про ящера Людов из Старой Готики, которые что-то потеряли в Ризане, про Малафью, про Бердянск, и про то, как сокровища искал с дурой одной. Мы с ним сражались бок о бок во многих битвах, и я всегда был его верным вассалом. Но с тех пор, как был найден окуляр, он изменился. Его стало что-то тяготить. Он все время погружен в себя. Он был целеустремленным. У него был план. Ах да, это многое объясняет. Короче, тот окуляр, что носит Инквизитор, непростой, и помогает ему видеть всякие колдунские 5G-волны. Только вот похоже, что окуляр Мендосе облучил мозги, и тем самым свел с ума. Сам же окуляр был найден в одном из рандомных храмов ящерочеликов. В общем, Карл встает на нашу сторону и говорит, что остальная часть Инквизиции страдать фигней не будет, и более Инквизитору не подчиняется. И если что, помогут Богданчику там ящеров побьют, ну, попопе там кому-нибудь надают, ну, вы поняли. А больше мне и не надо. Теперь же я по фасту посещаю гробницы рептилоидных попов. Эти места полны ловушек, лайтовых головоломок, с бесконечной перестановкой бюстов на пьедесталы, и морем нешити, которая по факту всего лишь армия перекрашенных болванчиков. Но я не расстраиваюсь. Ибо, наконец-то, я надоумился использовать руну Некромати и призвал Фреда! Фред, один из самых лучших напарников за всю историю видеоигр! Я его могу призывать, и призывать, сколько бы он ни умирал, он не осудит, ни за слезы неверное решение, а еще он очень понимающий товарищ. Нужно разделиться. А еще, кстати, во время поиска в доспехах, я случайно нарвался на поджидающего меня, ну, нашего старого знакомого петуча. Что, рыбка покинула свой безопасный пруд? Брога. А ты кого ждал? Короля Карлов? Я знал, что ты появишься рано или поздно. И теперь рядом нет Эстебана, чтобы защитить тебя. Блин, чел, ты такой умный, у тебя, наверное, диплом есть, да? Ну да ладно, я нашел несколько кусков доспехов и несколько видов оружия на выбор, но не это важно. Последний элемент вооружения титанического бортя нам помогла найти Пэти, любезно предложившая свою помощь. А, вот и ты. Что ты здесь делаешь? Я уже знаю, чем ты занимался со времени нашей прошлой встречи. Говорят, за тобой охотятся целая толпа саурианцев. Это правда? Тебе какое дело? Решила, вдруг тебе помощь нужна. Понятия не имела, правда, где тебя искать. Так что я просто вернулась сюда на берег и ждала. Ну, что скажешь? Нужна компания? Вот классная ты баба. Уверен, что и порно-арты с тобой тоже очень интересные. Правда, на поиске одного элемента брони ее помощь и заканчивается. Ибо это тебе не драгонага, чтобы с кучей братанов бегать. Я нашел то, что искал. И что же это такое? Часть доспеха древнего воина. И что же в ней такого особенного? Доспехи где угодно найти можно. Я надеюсь, она поможет мне в битве с Титаном. С каким Титаном? О чем ты? Он находится в вулкане. Послушай, сейчас не до этого. Мне нужно пойти и поговорить с друидом Элдриком. С тем психом? Хотя, если уж ты о Титанах заговорил, может, он здесь и не единственный псих. Зато у меня все так же остался Фред. Только двое нас. Все забыстно мы смогем. Только двое нас. Только двое нас. Осталось лишь этот доспех привести на лежащий вид. Помогает с этим друид, который магическим махом ноги эти доспехи сшивает белыми зубными нитками. Все готово. Что было разделено, вновь стало единым. Вот доспех. Удачи тебе. С заданием, которое тебе предстоит. И вот, теперь доспех на герои, а в руках молот титанический. Модный, стильный и подобен греческому богу. А писюн его размером с ногу. Почему молот, спросите вы? Ведь мы нашли в грамницах и арбалет, и мечи, и секиру, и даже палку. А суть в том, что молот на данный момент самое мощное оружие, которое к тому же автоматом дает атрибуты к использованию данного типа оружия. Так что я думаю, для меня, мага, этот выбор максимально очевиден. Что ж, пора бы нам теперь идти и глядеть на финал. Да, вот так конец глядет. Ты вернулся. Ты достал доспех? Блядь, чел, ну ты же дохлый, а не слепой. Сейчас нашего героя ожидает финальная битва, но при дате нам необходимо выйти на разы с Инквизитором лично. Я знал, что ты вернёшься. Но уже слишком поздно. Врата закрыты. Титан восстанет. Только если я не справлюсь. Хочешь сразиться с Титаном? Ты упустил из вида один факт. Ты не сможешь даже увидеть Титана без этого окуляра. Тогда, полагаю, мне придётся... Набить тебе Хаду и вырвать это очко силой, да. Увы, но брутальный лысый натурал не был способен предоставить аргумент против наших мини-ядерных атак, а посему лузанул своё ХП до летального исхода и умер. В его очки я нашебуршал тот окуляр и монетки, которые мне уже не понадобятся, только если я вдруг прямо сейчас не захочу взять и выбежать из горы потусить. Кстати, это Сара, которая тебя чилит на ферме по выращиванию травы. Ещё раз благодарю тебя за помощь. Сара, ты не поверишь. Я съел деда, я здесь главный. Ладно, юмор юмору, но сейчас нас ожидает финальный босс-файт. Надеваем окуляр, входим. Богдан Тапка за кадром снимает окуляр, потому что никто ему не приказ. И тут же предачаем предстает Огненный Титан. Ха, я немного ожидал, что чел будет куда больше. А так он не выше обычного терминавтера из Вахи, понятно. Сама же битва странна и немного нетипична для данной игры. Мы не можем просто так лупасить нашего врага магией или же просто спамить атакой, нет. Надо бегать от его атак, избегать пропадающей платформы, ловить лицом лазер и ждать момент, дабы отбить ему обратно в ход его магические шары. И лишь затем, и только затем можно подбежать и нанести удар по лицу, и тот только один. Так, нам надо мариноваться с ним около десятка раз, после чего тот самый непобедимый и опасный Титан оказывается победимый. Но честности ради скажу, что побежден он далеко не с первого раза, потому что у меня ручки, крючки, лапки, вот такие иди лапки. В любом случае, Богданчик возвращает Титана на его тюремное очко, и тем самым спасает остров и всех его жителей. Субтитры создавал DimaTorzok Он герой, и подобно всем героям города уходит в закат, вызывая тем самым титры. В течение многих веков люди были рабами богов. Когда исчезли боги, появились титаны, и человечество было обречено на гибель. Но одному острову удалось уцелеть. Один человек осветил путь другим. Пламя надежды загорелось ярче солнца. Человечество восстало. И всё? Нет, серьёзно, это всё? То есть вот просто он победил босса и ушёл, и... И вот... А вот молодец! Концовка игры. Ну там, может, Горси Горчень скажет. Вообще какое-нибудь послесловие. А, ну да, в конце секретный диалог после титров. Давший ребятам в 2009 году надежду на возможное продолжение. Ну как? Принял решение? Принял. Что ж, мы все живы. По крайней мере, пока. Ты заточил титана в горе? Этого титана, да. Но есть и другие. Надеюсь, эти доспехи помогут с ними справиться. Ты собираешься сразиться с ними? В одиночку? Если придётся, таково моё решение. А вот буду ли я это делать в одиночку, это уже твоё решение. Не, игра, конечно, в целом вообще кайф. Я сейчас полностью мнение скажу. Но вот концовка, как серпом по яйцам внезапно. Я вот... Ну я не ожидал, что он просто побьёт и уйдёт. Всё, лив. Чел покинул игру. А, ушёл по-английски? Ну ладно! И это был первый Райзен, дорогие мои. Господи, как будто камень с плеч, а? Это прекрасное чувство, когда заканчиваешь серию роликов и хрустя пальцами на руках. Слышите? Готовлюсь уж размеренно высказать своё мнение по всему тому, что лицезрел. Но, давайте я скажу сразу. Ризен мне понравился. И понравился куда больше, чем должен. Смотрите, есть такая вещь, как объективное и субъективное мнение. И объективно Ризен это... Ну, тусклый средняк безликий. Таким его, кстати, многие увидели. Точнее, таким его видят те, кто не играл в предыдущие игры Пираний. В 2009 году было очень много куда более мощных и богатых на контент игры. Именно поэтому Ризен не стал шибко популярным. С другой стороны, если вы тот человек, который играл в Готику и знает о такой замечательной студии Pirani Bytes, то Ризен для вас станет совершенно печальным откровением. Абсолютно ламповый и в то же время грустный игрой. Тут есть абсолютно всё, что мы так любим в Готике. Включая почти что прямое громкое цитирование. Люди-ящеры, портовый город, монастырские паладины, бандиты, герой-бомж, лысый-сумасшедший собственный бандой, странная битва супротив босса и многое-многое другое. Для меня Ризен стал прекрасной отдушиной. Я насладился игрой, хоть и понимал, что люди во многом этого не поймут. С другой стороны, если вы ещё и в теме насчёт Trouble's Jowood и права именно Готику, то вы поймёте, что Ризен это своеобразный крик, то что мы можем! Мы могли сделать Готику 4, но сделали Ризен на имеющиеся деньги! Мы умеем делать игры, ребят, ну пожалуйста, купите игру! Мы вам ещё такого наклепаем, но по другим брендам. А как вам игра, дорогие мои? Я пытался рассказать вам про неё как только мог и вроде бы с задачей справился, разве что некоторые прошлый эпизод называют филлером, так как можно было и в 5 минут рассказ уместить. Признаю, кратко про Ризен, не более чем аниме. У нас даже опенинг был! Ну да ладно. Жду вашего мнения, вашу эссе на тему данную. И, кстати, заранее скажу, что в ближайшее время роликов по второму Ризену не ждите, надо переотдохнуть от такого. Я тут уже много игр накупил, а теперь хочу по ним ролики начать делать. А Ризен никуда не убежит. Так что ожидайте, дорогие мои. А я же глубоко... Дайте, я даже встану. Вы этого не видите, но я встал, вот я встал. А я же глубоко кланяюсь вам и покидаю вас. До скорых встреч и помните! Я опрятался на корабле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова